В этом небольшом видео я хочу показать, каким образом можно протестировать ваш компьютер на повреждения процессора Intel 13-го и 14-го поколения. Итак, перед вами замечательная статья на сайте cpumunky.com. Я для вас специально перевел на русский язык, для того, чтобы было понятнее, о чем идет речь. Здесь указывается, что в последнее время очень много жалоб возникло на процессоры Intel 13-го и 14-го поколения. А проблема заключается в том, что процессоры начинают деградировать со временем. Это может быть год, может быть полгода и выходить из строя. И причина кроется в неправильной прошивке и в повышенном напряжении на сам процессор. В общем, Intel выпустила специальную утилиту, которую мы сегодня с вами запустим. Мы проверим прям полностью компьютер, протестируем и увидим, что она вообще дает нам. Запускать тест мы сегодня будем на новом компьютере Dell Inspiron Small Desktop. Вот сейчас видите на экране. Это новый компьютер, который я приобрел на официальном сайте Dell из Германии. И как раз в нем установлен Intel Core i5 14-го поколения. Вот видите, здесь сайт на немецком языке. Вот 14-е поколение. 10 ядер, 16 потоков. 20 мегабайт. Давайте я сейчас запущу Task Manager и мы с вами убедимся, что это действительно так. Вот видите, Intel Core i5 14-400. Вот ядра. И я произвел обновление с 16 гигабайт. Докупил памяти, вставил еще 16. И сейчас в общей сложности здесь 32 гигабайта. Что на мой взгляд для офисного компьютера вполне достаточно. Перед запуском теста обязательно удостоверьтесь в том, что в вашем компьютере установлен самый новый BIOS. Вот сейчас смотрите. Вот это официальный сайт Dell. И на момент записи видео версия в данном компьютере стоит 1.5.0. То есть я автоматически установил, вот здесь пишется автоматически установлено этот BIOS. В данный момент у меня нет никаких обновлений. Все обновлено. И, кстати, операционная система у меня используется Windows 11. Сборки. 24Х2. В скобках 26100.1301. Это еще не официально вышедшая операционная система Windows 11. Она уже полностью готова и устанавливается на новых компьютерах. Но для всех пользователей будет доступна чуть позже. Этой осенью. Это не бета-версия. Итак, первый шаг, что нам необходимо сделать для того, чтобы протестировать наш компьютер. Это скачать специальную утилиту. Я переключился на оригинальную статью. Эту статью я обязательно оставлю в описании к этому видео. Спускаемся вниз и нажимаем вот эту страницу. Download Intel Processor Diagnostic Tool. Перед вами появляется официальный сайт Intel. И на момент записи видео версия составляет 4.1.9.41. Скачиваем для вашей операционной системы, если у вас Windows 10 внизу или Windows 11. Устанавливаем ее и сейчас переходим к запуску. После того, как мы установили нашу утилиту, вот она здесь у меня появилась, два раза кликаем мышкой. Три, два, один, поехали. Все, запускается специальный тест. Мы можем видеть этот 3D-тест процессора. Во время теста желательно ничего не трогать, как я уже говорил, для того, чтобы наша программа максимально протестировала процессор на наличие проблем, либо дефектов. И сейчас ждем результата, что нам покажет тест. Наш тест подошел к концу. И, как мы можем видеть по-английски, написано слово PASS на зеленом фоне, что означает, с процессором все в порядке и никаких действий от меня не требуется. Если в вашем случае загорается слово FAIL, либо другой фон, например, красный, то вам необходимо обязательно связаться с корпорацией Intel в вашей стране и узнать, что делать дальше. Насколько я знаю, Intel продлила гарантию еще на 2 года. То есть, если вы покупали процессор отдельно, вам дается гарантия на 3 года. То есть, у вас в общей сложности 5 лет гарантии. Выясняйте с магазином ситуацию, почему у вас возникла эта проблема, и вам должны заменить процессор на новый. Давайте еще раз почитаем нашу актуальную статью, переведенную на русский язык. Особенно часто этой проблеме подвержены следующие процессоры. Но может затронуть любой процессор Raptor Lake. То есть, вот i9, i7, i5. Вот, и здесь поясняется. По окончании теста процессора программа отображает результат теста. Он сообщает PASS, если процессор исправен, или FAIL, если один или из нескольких тестов выявили ошибки. Читаем внимательно. Однако, FAIL не означает на 100%, что на ваш процессор действительно влияет проблема старения процессоров Intel Raptor Lake. Тем не менее, вам будет проще подать гарантийную претензию и получить возмещение стоимости покупки процессора или нового процессора взамен. Поскольку это оригинальное программное обеспечение Intel, это гораздо проще, чем указывать на сбои в играх, которые зачастую сложны для понимания и могут быть вызваны и другими компонентами. В начале августа 2024 года Intel отреагировала и продлила гарантию на процессоры Intel Raptor Lake в коробчатой версии от 3 до 5 лет. На процессоры лотков или процессоры в комплектных системах следует предъявлять жалобы соответствующему производительу системы. То есть, получается, если, например, у меня процессор, который подвержен старению от компании Dell, то, соответственно, мне необходимо обратиться в компанию Dell. Если у вас, например, компания Asus, либо Acer, или, я не знаю, Samsung, может быть, в общем, любая другая компания, обращайтесь в эту компанию. Здесь также вот у нас есть график, какие процессоры подвержены проблемам. Вот также можно здесь скачать программу Cinebench R23, Hardware Info 64 проверить. Вольтаж, но это, в принципе, особо не имеет никакого значения, потому что самая главная программа это вот у нас от Intel. На этом у нас эксперимент с тестом процессора закончен. Если у вас какие-то возникли вопросы, то пишите в комментариях. Будем разбираться вместе и следить за ситуацией. Субтитры создавал DimaTorzok